Здарова мужики и также дамы, с вами Дрю, и это мой внеочередной подкаст. Чуть-чуть освободился я от экзаменов, появилось свободное время, решил запилить для вас подкастик. Вопросов у вас накопилось достаточно, много чего случилось в танковой и не только жизни, например, это видео про Саркатона и много чего еще. Вы знаете, на самом деле я перезаписываю этот подкаст уже не первый раз, потому что меня не устраивают результаты, которые получаются. Вот, и знаете, у меня уже, сука, от злости наступает косноязычие. Вот когда пишешь подкаст, значит, да, то есть на протяжении очень длительного времени пишешь, хорошо все идет, и тут сбиваешься, например, говоришь вместо КП и получается какая-нибудь там попка жоп, например, и вот просто вот адовость бомбежки описать очень трудно, вот очень трудно. Ну, просто вот меня берет и уносит в стратосферу. Примерно так. Вот. И после последнего полета на МКС я для себя решил то, что я буду выкладывать подкаст в формате из-из, то есть как получится записать с первого раза, таким он и будет. Даже если я там скажу то, что мутин хуй, и меня поймает кровавая гэбня, я ничего менять не буду. Ладно, ребят? Вот. Я думаю, так выйдет, во-первых, гораздо естественнее, потому что я не перезаписываюсь с 20-го раза, не пишу текст, и все равно в любом случае импровизирую. Я во всех своих видео импровизирую, потому что, ну, я считаю, что вот даже мои железные капуты недостаточно серьезны, чтобы для них писать текст. Возможно, я чуть-чуть интро-наброски делаю, но в остальном я всегда импровизирую. Вот. Ну что ж, ребят, давайте приступим. Сегодня я расскажу вам о некоторых событиях, которые произошли в моей никому не интересной жизни. Вот. И отвечу на ваши вопросы. Ну, во-первых, я участвовал в рязанском локальном World of Tanks ивенте, он проходил в антикафе Time to Play. Все дело в том, что антикафе это все-таки не компьютерный клуб, вот, и это накладывает свой отпечаток. Ну, расскажу вам поподробнее. Если вы никогда не были на встречах World of Tanks в своем городе, то есть встрече танкистов, я могу описать, что это такое. Значит, приходят кучи мужиков и женщин, что самое странное. Для чего приходят туда женщины, во-первых? Во-первых, довольно красивые девушки приходят туда поискать себе мужа. Угу, чувствуете? И это факт, потому что, ну, в танки играет 60 миллионов игроков. Если человек играет в танки, значит, у него есть деньги донатить, а если у него есть деньги донатить, значит, он состоятельный. Вот. И можно подставить ему свою мокрую щелочку. Ну, ладно. Я не буду раскрывать вам все эти схемы, но фишка в том, что женщин действительно довольно много, девушек молодых довольно много. Не все, правда, из них адекватны, но это сути не меняет. Также контингент составляют мужики, ну, лет за 30, я бы даже сказал, за 40. Несколько школьников, самых смелых, потому что остальные, конечно, на реальные ивенты не являются, но среди школьников есть разные типажи. Вот. Мы видели и тех ребят, которые на ИСах 7-х ездят с татой 47%. Видели мы и парней, которые пожестче, то есть, ну, такой задрот в очках, лет ему 14-15. И он ТТХ всех танков наизусть, сука, знает. Причем не просто ТТХ, а внутреннее расположение модулей вплоть до пиксела. Вот. То есть парень перспективный. Как я уже давно говорил, слово перспективный означает то, что в данный момент он пока посасывает хуйцов, но, возможно, в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Но парень перспективный, действительно. Также обычно контингент составляет 1-2 ведущих, в этот раз их было аж целых 3. Вот. И к ведущему у меня какие претензии? Ну, он не харизматичный, скучанный и не картавый. Вы скажете, конечно, Дрю, ну, вот кому-кому, а уж тебе-то про картавость говорить нечего. Смотрите, сейчас я вас нагну. Паровозик, тыр-тыр-тыр. Отсосали, отсосали. Вот так вот, сука, вот так вот. Ну, ладно, продолжим. Суть встречи была в чем? Суть встречи была в том, что нас посадили за ноутбуки, которые отобрали у мамашек организаторов конкурса, собрали их по местным компьютерным клубам. И, конечно, FPS был на всех ноутбуках разный. Мне достался ноутбук Pentium 4. И вы знаете, я слил два боя, нанеся 2 тысячи урона, по-моему, полторы тысячи урона. Вот, на десятки. Ну, конечно, это очень мало, но меня оправдывает, наверное, то, что у меня было 5 FPS. 5 грёбаных FPS. Нет, вот серьёзно. Вы включаете прицел, и вы видите, как круг сведения не плавно уменьшается, а скачкообразно. Знаете, так по сантиметру. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Как систему наведения для ракеты дальнего действия, знаете. То есть, такая не круг сведения, а скорее такая баллистическая ебалайка. Очень страшно это выглядит и очень опасно на этом играть. Вот. Но это было не главное, потому что все пришли туда повеселиться. Всё происходило в антикафе. Это значит, что там, по идее, должны были быть бесплатные напитки. Ну да, там были бесплатные напитки. Это была вода из-под крана со льдом. Это был чай, сделанный из воды из-под крана со льдом. Это было кофе, сделанный из воды из-под крана со льдом. А все остальные напитки, не алкогольные всякие, газировочки, а минерали стоили деньги. На самом деле, это немного неправильно. Вот. Я знаю антикафы, в которых всё гораздо-гораздо лучше. Ну что ж, это не суть важно. Суть в том, что там был конкурс ещё. Вот. И на самом деле, конкурс это то, что меня привлекло. Потому что суть была в том, что я думал, наивно полагал, что там будут разыгрывать китайцы Но нет, на самом деле там на китайце надо было сыграть бой в рандоме Огромная очередь была из людей на аккаунте какого-то парня И, соответственно, набрать максимальное количество опыта Все дело в том, что, скорее всего, парень предоставил свой аккаунт, потому что на стату ему плевать А вот пофармить ему хочется, но лень Я набрал 1078 опыта без премиума, на самом деле Ну, с первого раза, то есть первая же попытка Спасибо Крану за его замечательную позицию на рудниках Но, к сожалению, я не выиграл Или, может быть, я выиграл, но просто мне не дали приз, потому что я не досидел до конца Я ушел Суть в том, что дальше там был турнир 7-42 Как вы все знаете, 7-42 подразумевает игру 7 на 7 на 42 очка И, конечно, там играли у нас отрезанием против Саратова даже женщины И, понятное дело, что женщинам выдали Т-1 Чининг М, и он был даже без снаряда Все это выглядело очень нелепо, очень днично Вот, и над этим можно было посмеяться, в принципе Ну, вот, чем мы и занимались Также там присутствовали две очень сексуальные супермодели, которые присутствуют на всех киберспортивных ивентах от спонсоров Вот всегда, если приходит спонсор какой-то, он приводит с собой баб Для чего это надо? Конечно, это завлекало, потому что влажная пизденка влечет внимание зрителя, как говорится И с ними можно было фотографироваться Я, конечно, не стал этого делать, потому что у меня есть жена Но, сука, вы бы видели, с какой скоростью школьники, которые катаются в лесах седьмых, просто полетели туда Они просто стали фоткаться Вот представьте такой Васян, которому лет 10 встает с двумя сексуальными чиками Такой, знаешь, ну, вот он он я, вот он он альфа-самец, сделай фотографию, сучка Ну, это, в принципе, забавно все было И также нам подарили модель Са-3 Ну, к сожалению, она не пластмассовая, а бумажная, ее надо самому склеивать Склеивать я не буду, конечно, я, скорее всего, кому-нибудь подарю Или отдам Стасу и отцу склеивать Потому что я такими не занимаюсь, я совершенно не умею Криворукие, у меня пальцы толстые Вы же знаете все, что я толстяк Вот, но не такой толстый, как твоя мамаша Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, вот это я тебя потралил Ну, ладно, ладно, парень, извини, извини, прости, не буду больше тебя трамбовать Суть в том, что ивент был все равно веселый, мне там понравилось К сожалению, долго мы не высидели, ушли Там еще, говорят, Павел Терсиус комментировал все это дело Который Пашка 22222 С Пашкой мне хотелось поработать бы Вот, хотя он немного нерусский Но у меня нет стереотипов относительно этого Потому что, ну, хоть один нормальный нерусский во всей России должен быть Хоть один-то И пускай ему будет Пашка Терсиус Вот Так что было интересно В принципе, для чего я эту информацию предоставил Возможно, в вашем городе тоже проводятся встречи игроков в World of Tanks Я просто вам примерно объяснил, что там будут Там будут плохие компьютеры Там будут деды, там будут школьники Там будут женщины Красивые довольно, наверное, если вам повезет Ну, а если не повезет, их там не будет И еще там, скорее всего, будет Мало-харизматичный картавый тамада Ну что ж, я надеюсь, я с этим закончил И переходим к следующему пункту Следующий пункт заключается в том, что У меня много вопросов пришло насчет видео по 40 тонн Зачем оно сделано, почему оно сделано Я готов на них ответить Ну что ж, во-первых, для чего это видео сделано Это видео сделано для нескольких целей Во-первых Поразвлечься Я считаю то, что Наблюдать то, как взрываются пуканы у целевой аудитории Саркатона Это довольно-таки весело Во всяком случае, первые 2000 комментариев Были очень даже ничего такие К сожалению, они очень часто повторяются Потому что Что отличает аудиторию товарища Саркатона? У них нет собственного мнения и самосознания То есть они люди, которых можно наполнить чем угодно Саркатон наполняет их говном Вот Так как у них нет собственного мнения Они приходят и хотят оставить негативный комментарий под видео Они его даже еще не смотрели Потому что видео четко говорится, что оно не призвано никого оскорблять Просто развлечься Вот И они уже хотят написать что-то злое И так как на свое у них фантазии не хватает Они просто смотрят, что пишут другие И оставляют свой комментарий в том же духе То есть фантазию совершенно эти ребята не проявляют Также у них была заметна такая Налет псевдоинтеллектуальности и псевдоадекватности Все дело в том, почему псевдо Потому что Как только начинаешь проверять семантику того, что они написали Просто в голове пытаешься осознать содержание Ты понимаешь, что несмотря на употребление довольно умных слов Это полный пиздец Это бессмыслица Это глупость Это бред Это полное отсутствие логики четкой Хоть какой-нибудь Так что, в принципе, мы изучили целевую аудиторию 40-тона Мы над ней посмеялись Поугарали Далее Зачем еще нужно это было видео? Потому что 40-тон замечательный объект для скетчей Для скетчей и Стёба Потому что, ну, блин, это уникальный Фрик довольно Ну, как сказать уникальный Я бы поставил 40-тон Вот знаешь, его сравнивают не с правильными людьми Совершенно не с правильными Его не надо сравнивать с Джоумом, с Муразором Это не гаедодел 40-тона надо сравнивать с ютубовскими фриками С Анжелой Лондона, с Серанхелией Он где-то на этом же уровне Вот на самом деле нет, правда У Серанхелии тоже куча подписчиков Потому что она кружится с гондонами В нее вселяются хуебесы У 40-тон все абсолютно то же самое Только вместо выдуманных хуебесов У него выдуманная работа в Конго и все остальное На самом деле, я очень сильно смеялся Читая его резюме Да, для тех, кто еще не верит Резюме настоящее, как и имя указанное в видео Все дело в том, что Это еще одна цель, с которой делалось это видео Я ни на секунду не сомневался То, что оно получит страйк или жалобу Ни на секунду вообще не сомневался Все дело в том, что страйк может быть только дан По определенной причине И в качестве причины было выбрано следующее Нарушение моей конфиденциальности Жалобу на нарушение конфиденциальности Может подать только человек Чья конфиденциальность была нарушена Таким образом, если я Называю Саркатона Тимофеем Павлом Синзюком Значит, его так и зовут Потому что я нарушаю его конфиденциальность этим видео Значит, его так и зовут То есть, логика стопроцентная Если бы я назвал его видео неправильно Он бы не мог заявлять на меня То, что я нарушаю его конфиденциальность Потому что я таким образом сохранял бы его анонимность но я думаю вы поняли логику то есть да потому что нарушил конфиденциальность значит его действительно зовут именно таким образом информация именно о нем вопрос о том его ли это резюме должен отпасть потому что ну совпадение имя год рождения то есть там написано режиме размещено в 2010 написано 23 года сейчас мы 26 сейчас 2013 все сходятся город рождения его истории охуительный про конга про все что угодно тоже сходятся то есть это его резюме это никакой не фейк на самом деле очень поржал над тем как люди думали что какой блять фейк ребят это огромный сайт для соискателей и рабочих вакансий я не понимаю как там может вообще разместить фейк там информация проверяется то есть поймите в 2010 году размещено резюме то есть я договориться должен был с администратором сайт и он должен был разместить резюме 2010 году это бред ребят головой просто подумайте далее еще недавно я обнаружил несколько новых видео которыми мы с борщом угорали то есть видео где он показывает основы бодибилдинга при этом он выглядит абсолютно дрища узнаете я конечно человек большой но я ебать его жирный как твоя мамаша поймал тебя подловил он согласись чуть-чуть так подловил на пол федора вот но 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 я никогда не заявлял то что я бодибилдер блять я никогда не показывал свою мышцу я никогда не делал этот вот дикий трюк когда фоткаешь и знаешь там кладешь руки друг на друга как такие два кашелота на коте такие там оп оп положил еще знаете кулаком так поджал мышцу чтобы лучше было видно так вот 40 тонн этот трюк выходит очень очень нелепо вот он дрища винти и слабенький но самое смешное то что в комментариях под видео он любому усомнившемуся либо дает бан либо пространно объясняет что в во всех спортзалах он ставил мировые рекорды правда не озвучивает какие именно скорее всего рекорд по пиздюлеванию вот но в принципе также тренером говорит пропускал его вперед я примерно представлю как это выглядело дверь открывалась тренер говорил тимошка ну-ка иди сюда и когда тимошка подходил к двери он получал мощнейший пендаль и залетал внутрь спортзала потому что для такого барона мюнкаузена давно не видел я не понимаю честно как люди могут смотреть на этой просто думать что это правда это надо просто не обладать критическим мышлением не обладать недавно 40 тонн порадовал также размещением надписей каких-то сообщений в своем блокпосте вы почитайте там на странице торвальда олафсона ну тимошки короче заходите там есть ссылка на его блокпостом 40 тонн . блокпост.ру просто почитайте это пиздец это полный анальный лютый пиздец в этом блоге 40 он рассказывает о том что все на него смотрят все на него надеется он надежды мирового сообщества то что люди смотрят на него как но то но того кому не будут подражать на самом деле мне кажется тут явно нарциссическое расстройство личности потому что на самом деле вот знаете вот если бы он стебался я бы еще понял да то есть он у меня например местами может быть наигранный чсв у джоу на самом деле оправданный чсв потому что ну как бы ну 60 процентов у парня и он на рандомный нагибатор да я не говорю что в команде умеет играть он онлайнер на ладно там он не ездит предположим хорошо но для тех для своей целевой аудитории он должен быть таким кумиром потому что ну как ну 60 процентов каждому бы так вот я до своей аудитории тоже стараюсь быть в плане в игровом плане человеком который умеет играть вот но 40 тонн он даже играет посредственно на арте его арта блядство относительно он может не пробить маус и потом полгода рассказывать о том как он это не сделал прожать у есть видео о том как он не пробил маус или какую-то ебалу с 21 объектом там полчаса в толковый то что пробить и 360 то что невозможно пробить то что маска орудия не не может иметь такой размер на самом деле про торец бронелиста конечно строкотом никто не рассказывал он же мастер механики вот ладно не суть в общем человек он замечательный веселый это фрик это youtube фрик и в принципе над ним можно угорать очень многие люди писали в комментариях под видео про 40 тонн то что я завидую то что мы ему завидуем бля одну знаешь я уже не понимаю как можно такую чушь писать я вообще такой человек я не завидую абсолютно никому ну вот вообще у меня нет такого чувства как зависть я вообще никому не завидую в жизни вообще никого не завиду ладно вру я завидую обладателям тип 59 нет даже ими завидую меня есть танк получше называется fcm 50t так вот суть в чем зависть какая может быть зависть к человеку который ведет себя как идиот какая над ним можно посмеяться он действительно угарный он уникальный в этом плане это самый ебанутый пожалуй танковод который я видел на ютубе ну да это забавно выглядит над этим можно угорать вот этим можно постебаться будет и нужно постебаться обязательно нужно нельзя пройти мимо нельзя быть добрым дядей вот однако завидовать сперва добейтесь чего я должен добиться я так и не понял если честно я должен придумать себе биография должен вести себя как барон мюнхгаузен вот или я не понимаю как что же чего должен добиться я должен сатер табляткам выкачать 200 1 объект если честно так и не понял чего именно я должен добиться ты не понял чему я должен завидовать у фанта 40 тонн были последовательны в том что они наставили на том что якобы кому-то завидую знаете завидуют сраки это как завидовать джастину гиберова борьки моисееву то есть людям которые там отсосали километр фалласов пробились шоу-бизнес в принципе но окей но я так не хочу как бы я не хочу сосать километр фалласов пробиваться шоу-бизнес что тогда я не хочу качать арту делать по ней гайды таким образом 40 тонн представляет из себя такого веселого фрига недавно у него на странице конечно за ним слежу потому что ему завидую вот я же не добился появилась очень интересная информация про то что он какой-то фильм секрет секрет это по моему какой-то посредственный фильм про теории заговора который срывает по крови просто со всего он написал то что он будет делать что-то вроде ремейка этого фильма который будет очень важен для всей мировой общественности почитайте я не вру то есть человек реально ёбнулся если раньше я думал что он просто веселый то что не зашкаливающий чсв то сейчас я абсолютно уверен несомненно что он просто ёбнулся человек считает что его высер будет интересен всему мировому сообществу на полном грёбаном серьезе он считает что люди на него смотрят в суждение очень просто нацистическое расстройство личности ребят во все поля ну ладно закрыли тему с тимошкой продолжим с вашими вопросами ваши вопросы мои ответы ну что ж начнем с вопроса влада вольного ты мои носки не видел я ему уже ответил то что влад ну давай ты не будешь шутить сейчас с альф самцом просто не надо не стоит вопрос от константина рабоша как-то точек стримером типа джоу и сапанзера глеберга экрана кто из них на то есть для достойного внимания зрителю это вопрос уже боял но я еще раз отвечу я отношусь джоу замечательно потому что джоу как бы хохол да окей но у него есть плюсы во первых меня почему-то не напрягает его чсв вообще то есть я вижу что она наиграна и очи с вы настолько наиграна что она не вызывает мне неудобств то есть парень делает вид что он крутой почему нет я тоже так иногда делаю вот возможно он иногда оправданно считать себя крутым во всяком случае он на скакалке не прыгает и не говорит то что работал в когде это уже делает ему плюс и правда конечно да то что хохолок немножечко немножечко портит картину высопальзер не знаю но это скучнейший человек ничего не говорить глеберга никогда не смотрел крана смотрел ровно один раз спалил позицию на рудниках все на этом мы просмотры видео крана ограничены еще знаю крайне то что он для каждого видео делать классную заставочку превьюжечку такую мультяшную и они очень няшные все они примутить вы будете тоненький маленький такой сладенький кто из них на твой взгляд достойно внимания зрителей внимание зрителей достоин только дрю персиваль и ивил борщ запомните три вот этих ника и остальных просто не смотрят они может быть и достойным еще муразур ладу разор классно ноет брошу просто мастер я респект муразур так ноет что мне хочется ему по дну вот просто подойдет прям подвывать поднывывать и например он мастер нытья я хочу также понимаете я хочу мы так чтобы не говорит антоните как говорили то что черт ты так ноешь что я с тобой согласен выражу молодец борода это охуенно вот как ты относишься к политике варгейминга денег никак нет не отношусь потому что я не работаю в варгейминге это очевидно совершенно как я должен не относиться в варгейминг замечательный мой рпг макс степкин что тебе подарили на последний день рождения как продвигается сыщик я не помню что не подарили на последний день рождения вот серьезно я помню то что девушка мне подарила всякие нянки вот и они были очень вкусными то есть она наготовила мне егдые это был лучше подарок для рождения пожалуй потому что вы не представляете что такое домашний котлетки от любимой девушки они так и при нём 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 я их когда ел стал чувством как я становлюсь человеком вот и еще борщик там был с капусткой но не красный как продвигается сессия на данный момент я сдал 2 экзамены из трех, последний экзамен 28-го числа и непонятно, как я его сдам. Дмитрий Нагин спрашивает, какие автомобили тебе нравятся? Мне нравятся троллейбусы и автобусы. Еще мне нравится БелАЗ, потому что он, сука, огромен. БелАЗ это такая машина, которой я смогу компенсировать размер своего... Эго. О чем ты подумал? Нет, эго. Я просто сяду в него и поеду. Все. Какой-то светофор, говоришь? У меня... А, это который под колесом у меня, что ли? Нет, не знаю. На самом деле, я просто больше гораздо-гораздо люблю вертолеты, самолеты и прочую воздушную технику. Я не люблю наземную технику. Но если выбирать именно то, на чем я буду ездить по городу, то я выберу либо мотоцикл, либо скутер. Вот. Хотя я на скутере, это такая сюрреалистичная картина. Представь, что такой огромный двухметровый парень весом в 100 с хуин килограмм, причем ху очень длинный должен быть. Просто сидит на скутере и едет такой, ура, еее. Маленькая веспа такая. Вот. Ну, на самом деле, что ты думаешь о выдаче прав с 14 лет, но при условии контроля езды водителем со стажем не менее 5 лет? Я понятия не имею. Кто будет, но... Точнее, я догадываюсь. Можно экстраполировать. 14-летние школьники долбоебы все как один. В 14 лет невозможно быть умным. Невозможно. Даже если вы отличник, это не значит, что вы умный. Просто невозможно физически иметь необходимый жизненный опыт в 14 лет. Мне в мои 20 лет сложно судить о многих каких-то вещах, потому что мне не хватает опыта банально. Да ни у кого не хватает опыта, понимаешь? Нельзя познать жизнь в 14 лет. А уж 14-летний долбоеб за рулем, это, сука, просто передвижная повозка смерти. Если бы я увидел этого дебила, я просто прыгнул бы в яму ближайшую, в окок, надел бы каску и просто затаился бы, я бы спрятался. Я не знаю, я бы молился Аллаху, чтобы он меня не нашел своим колесом, чтобы просто не встречать этого ублюдка 14-летнего с правами. Нет, я отрицательно к этому отношусь. Вот. Стас Олейников АК и Вилл Борщ спрашивает, когда будет видео про интимологию спорт? Ну, привет, аутисты, с вами Дрю, и сегодня я выпускаю вам новый подкаст про интимологию. Чтобы заняться сексом, вам нужна девушка и половой орган. Спасибо, с вами был Стакато. Ну, на самом деле, я никогда, наверное, не буду делать видео про интимологию спорт, потому что это те две темы, в которых я, ну как, ну, в плане интимологии я ни с кем не хочу делиться тем, как именно можно добиваться девушек и какая там психология и все такое, потому что у меня свои методы, вот, и моя девушка о них знает, вот, я именно так ее завоевал, вот. И, ну, спорт, ну что про спорт? Я забросивший спортсмен, я был встроенным, звонким прозрачным. Когда я играл в баскетбол, когда я бросил, я жутко разжирел. Мне, конечно, от этого обидно, но а что делать? Давность такова. Я сейчас не могу делать видео про спорт, я могу сейчас сделать только видео, там, знаете, там, реал-лайф-шоу похудения Дрю. Хотите на это посмотреть? Блин, я уверен, кто-то бы на это посмотрел, ведь, слушайте, может реально сделать? Вот, такое шоу. И ведь, сука, я не смогу ничего с этим сделать, не смогу скосячить, ведь я буду отчитываться перед подписчиками. Слушайте, это интересная идея. Короче, если захотите увидеть это шоу, там, вот, комментируйте, вот. Возможно, что-нибудь придумают. Филька с синегами спрашивает, зачем тебе вертолет? Ну, Филька, ну, это глупый вопрос. Во-первых, чтобы летать, блядь. На вертолете можно летать. Это незабываемое чувство, когда ты находишься в небе, и сила трения просто сосет. У тебя действует, конечно, сила тяготения, вот. Но у тебя есть два пулемета. М-136 вулкан, о которых я забыл упомянуть, когда говорил о AN-6 Little Bird. Вот. И с помощью этих двух маленьких зверюшек можно просто нести демократию, любовь и прочие общечеловеческие ценности в массе. Чем я и стал бы заниматься на вертолете? Я бы летал и убивал людей. Ведь это весело. Никто не спорит. Анатолий Раков спрашивает, имба-танк Фокгейс? Ну, во-первых, имба-танками являются Шерман, ну, да, я знаю, я знаю свою боль. У меня на Шермане 75 процентов или 74, я знаю. Нет, это имба полнейшая. Да, Шерман это танк для геев. ПЗ-4 танк для геев, но после нерфа уже, конечно, так не будет. Вот. В принципе, имбы после патча должно быть минимально. Вот. Ну, я не могу сказать, что после нерфа кумулятивов останутся какие-то педобирские особо танки. Вот. Ну, в принципе, имба-танк в конкретной ситуации это песочный танк, на котором сидит отец с 55 и плюс процентами. Можно считать его геем смело. Дрю, когда начнешь прыгать на скакалке, петь песни на вебку, учить людей жизни в своих видео? Ну, Павел, ну, как только я ебнусь, как только я почувствую то, что во мне открылся внутренний Дон Кихот, я сразу начну это делать. Ты узнаешь об этом первым. Дарт Вейдер спрашивает. Добрый день, Дрю. Два вопроса. Как ты относишься к Олимпиаде в 2014 году? Вот честно, я бы на нее съездил, вот, но, к сожалению, у меня, наверное, не хватит денег. И еще, конечно, эта Олимпиада, это замечательный шанс для русских чиновников разворовать большую сумму денег. Потому что, ну, это замечательно, большая сумма денег. Вот. Несмотря на то, что какие-то здания построить можно за 2 миллиона долларов и стоят за 6 миллиардов долларов и так далее. На самом деле, я очень поржал, когда же там проходила проверка, Путин приезжал вроде в Сочи, там какое-то здание, у него цена внезапного времени строительства повысилась в треекратно. И знаете, что Путин сказал? Он такой, говорит, ну, вы плохо работаете, плохо, блядь, да казнить надо, человека, который повышает стоимость здания по ходу строения в три раза, потому что он ебаный вор. И я уверен, что в Сочи можно все было построить за цену в 10 раз меньшую, чем то, что там выделено. И в 10 раз это еще, сука, оптимистичная оценка. Короче, Сочи это вариант для чиновников, а в очередной раз нажиться. Вот. Я им, опять же, тоже не завидую, потому что я не вижу смысла иметь столь большие суммы денег, на самом деле. Ну, это ладно, это философия, вам уже неинтересна философия, вам лишь бы в танки поиграть целевой аудитории, блядь. Ладно, я вас всех люблю. Какие планы на лето после сдачи сессии? Куда поедешь отдыхать? Во-первых, хочу свозить девушку в зоопарк, потому что вы знаете, в зоопарке столько няшных животных, и вы знаете, я люблю животных больше, чем людей. Люди, они пидорасы. Животные, они просто тупые, из-за этого они милые. Животные не заявляют вам то, что они ездили в Конго. Животные не врут вам. Они всем своим видом показывают то, что мы тупые твари, которые просто под властным инстинктом. Это очень мило, мне это очень нравится. Котики, собачки, я их очень люблю. Вот, жена хочет на енотиков посмотреть. Это очень мило. Животные, это искренние, не лицемерные животные. Вот, они такие, какие они есть, понимаете? То есть, ничего с этим не сделаешь. Они лучше людей. Причем, я бы сказал, что существенно много. Они, конечно, потупее, да. Хотя, знаете, если зайти в рандом, особенно в выходной день, начинаешь в этом сомневаться. Очень сильно. Ну, а то, что люди умеют разговаривать, ну, знаете, умение говорить, как говорил Квай Гон Джин, еще не признак интеллекта. Так что, планы у меня съездить в зоопарк в Москву, погулять по Москве, потом провести некоторое время в поселке у жены, поиграть в танки, прокачать пару веток, вот, и я еще хочу немножечко сбросить вес. Вот. И, возможно, я сброшу его тебе прям на голову, потому что иногда мне хочется, вот, знаете, взять сикиру ебану и просто отрезать все, что у меня лишнее. Я просто вот думаю, вот что будет, если это сделать? Вот серьезно? Меня реально интересовал, почему, блядь, нельзя просто взять и отрезать лишнее? Ну, да, ну, кровоточить чуть-чуть, будет и что? Ну, ладно, это мои личные кровожадные вопросы. Вот. Александр Мясник задает вопрос, берешь ли ты во взвод людей, которые просят тебя об этом? Нет, никогда. Никогда не беру во взвод людей, которых я не знаю. Ну, просто никогда. Я сам выбираю людей, с которыми я буду играть во взводе. Даже за голоду я практически никогда не беру людей. В принципе, не практически даже, а почти никогда. То есть, обычно я играю со своими знакомыми. Если вы хотите со мной реально серьезно играть в постоянном взводе, то вам надо со мной как-то знакомиться, начинать общаться. Вот. И у вас должна быть стата 56+, ребят, и не меньше. И КПД 1300+, ну и не меньше. Потому что я поднимать стату просто так кому-то не хочу. Ну, зачем тащить с собой во взвод дно? Я не вижу смысла. Мне... Нам и так... Нам с борщом, как мы играем вдвоем взводом. Нам и так очень тяжело в рандоме. Нам третьего реально не хватает порой. Очень тяжко все равно. И брать балласт совсем не хочется. Александр Сосновский говорит. Вот это опасный вопрос. Тебе в руки попала тетрадь, серба. Получит! Это почти как Десуното. В ней ты заметил несколько записей. Пусть немцы филы всегда горят от первого попадания. Ну, вообще-то так и есть. Практически всегда я, когда стреляю в левую сторону и на лд, немцы филы начинают гореть. Пусть совки без сведения бьют на максималку сходу на 500 метров командирский рючок ТС-10-5. Не желаешь ли что-нибудь дописать? На самом деле вот эти вот записи это немножечко ложь. Потому что ТС-10-5 это емба ебаная. 6 выстрелов в минуту с уроном 400. Это ДПМ заоблачный просто. Да плюс еще у него броня лобовая 254 миллиметра. Там говорить нечем. Это имба-танк. Это имба-танк. Там ванить не надо. Тем более этот лючок пробивается далеко нестабильно. У него не такой люк, как у Паттона. Пробивается далеко-далеко нестабильно. Я бы добавил одну простую запись. Арта должна исчезнуть из игры. Ну и хотя бы уменьшить его количества в боях до трех штук максимум. Бои с пятью артами должны быть редкостью. Все. Вот это все, что я хочу от этой игры. Чтобы среднее количество арт в бою было равно трем, блядь. Не пяти, а трем. Все. Согласился ли бы ты полностью отказаться от так называемой историчности в угоду балансирования техники? Ну вообще-то это уже сделано. От историчности отказались практически полностью. В принципе техника баланса это так. По хп, по урону от орудия, потому что это совершенно не какие-то... Это чисто условные единицы. Их можно вертеть, крутить как угодно. Вот. Насколько ли титановый у тебя пукан, чтобы играть летом вместе со всем седьмым А-классом на стоковых ИСах-третьих в твоей команде? На самом деле у меня пукан часто рвется от рандома. И в принципе игра в World of Tanks мне нравится, потому что это практически единственная вещь в мире, которая может меня чем-то задеть. На самом деле почему? Меня задевает людская тупость. Я уже, наверное, говорил, то, что людская тупость и нежелание развиваться именно в интеллектуальном плане это практически единственная вещь, которая меня раздражать может по-настоящему. Потому что это мешает мне делать мой бизнес лично. Это мешает мне делать мои дела. Потому что приходится взаимодействовать с людьми порой, и они, сука, иногда такие тупые. Прям обидно. Денис Ильясов спрашивает, при сдаче сессии ты полагаешься только на свои знания или как всю смерть не списываешь? Как успехи? Но у меня две четверки и я не списываю. Порой даже нам разрешают посмотреть в лекции минутку, я не смотрю в лекции. Я полагаюсь исключительно на знания. Я далеко не все учу, я учу только основное то, что реально запомнить. Хотя на первом курсе я задрачивал некоторые предметы, так что ж, прям пиздец. Но сейчас я более реально смотрю на вещи, посмотрел основные вещи какие-то, что-то вспомнил, что-то выучил и все. На лекции я не хожу вообще. То есть, ну, иногда хожу, иногда не. Ну, например, метрология, да, как бы там препод старая, ну, относительно 50-летняя такая бабра, которая не трахана уже лет 10, наверное. Она стервозна. И несмотря на все это, я получил у нее 4, как-то умудрился, посетив лекции 5. Такие дела. Вопрос с Кириллом Светенковым. Друг, какие планы на будущее, то бишь, какие танки хочешь вкачать и почему? Я хочу вкачать ФОЧ-155-мм и Т-57 хэви. Т-57 хэви будет в ближайшее время. У меня осталось 150 тысяч опыта. Я не буду брать свободный. Т-54 один замечательнейший танк барабанный, замечательный. Правда, он странный. У меня на нем очень высокий средний дамаг. Ну, относительно высокий, будем сказать, там, 2 200 на 9 уровне. Это хорошо. Вот. Но у меня на нем только вторая степень классности. Я не знаю, с чем это связано, честно. Возможно, средний опыт, чуть ли не 900 на нем, но вторая степень. Не знаю, с чем это связано. Не везет пока. Дрю, ты бы не хотел баллотироваться в президенты? К сожалению, я не смогу баллотироваться в президенты. Причина очень простая. Я делаю видео на YouTube юмористические, и я веду себя крайне несерьезно. Этот компромат не позволит мне... Это компромат, да, потому что уже все. То есть одно мое видео, никто за меня голосовать не будет, потому что я несерьезный человек. Никто после этих видео не сможет поверить, что я действительно могу управлять страной. Хотя я действительно могу управлять страной. Я могу управлять тобой. Ты сейчас, например, сидишь в компании, слушаешь мой подкаст, и ты продолжишь это дело в ближайшие пять минут. Угу. Вот так вот, парень. Это просто нейролингвистическое программирование, парень. Ну, ладно, я шучу. Суть в том, что я не смогу баллотироваться в президенты. Тут дело не в том, могу, не могу. Вот занимать какой-нибудь политический пост, не президентский, более малозначительный, возможно. Возможно, когда-нибудь я этим займусь. Ну, вот. Ну, просто потому что... Почему я хочу стать политиком, на самом деле, отчасти? Потому что мне, когда я вижу, как делают сейчас дела в нашей стране, очень обидно. Потому что очень много политиков-идиотов, и я бы справился гораздо лучше. Я это замечательно знаю, и поэтому я хочу. Не потому что меня привлекают деньги, возможности воровать. Вот. Меня привлекает сама возможность иметь определенную власть, привилегии, и возможность решать серьезные вопросы. Потому что я знаю, как их решать. Я человек решительный, я сомневаюсь очень часто, это хорошо, но я прихожу чаще всего к верному решению. Вот. Но президентом я не буду. Как ты относишься к британским СТ? Британский СТ это копия американских СТ. Нахуй не нужны в игре, я не понимаю. Если у вас есть американский СТ, не качайте британский, это бесполезная трата времени. Просто ремоделин. Как ты относишься к классу ПТ? Я очень мало играю на ПТ, ничего не могу сказать. Некоторые ПТ абсолютно имбой себя являют, например, 268-й объект. Ну, просто имба я играл на тесте, у меня будет со временем 268-й объект, у меня будет ФОЧ, возможно, когда-нибудь у меня будет и еще британский ПТ. Британский ПТ это вообще перделки, которые убивают людей. на самом деле вот я попробовал британские ПТ и их единственный минус это скорость. Вот кроме скорости минусов нет. Торт Ось это вообще дикая машина смерти, скорострельность как у Т-62, но при этом урон 400, представьте себе. Эту машину можно на 10-й уровень было записывать. Какой у тебя любимый танк? Мой любимый танк Батчат и 13-90 одинаковые по любимости, 13-90 к сожалению нет в данный момент в Ангаре, но Батчат и 13-90 два моих фаворита. Какой у тебя любимый класс? Мой любимый класс это легкие танки, но я как отношусь к танкам, чем этот маленький засранец быстрее, тем он лучше. Все, все очень просто. Т-52 в этом плане идеальный танк, но он все-таки не боевой, а вот 13-90 Батчат это боевые быстрые танки. Это то, что мне нужно. Артурик Антонов спрашивает какая тебе любимая рука и нога? Левая нога, правая рука. Все очевидно. Максим Грицкевич будут ли новые проекты от тебя? Будут новые стримы, я научусь стримить со временем. Также я еще хочу запустить гайды по арте, к сожалению есть одна проблема. Во-первых, у меня нет арты, поэтому придется использовать реплей с общего теста, а во-вторых, это будут абсолютно шуточные гайды. Никого на самом деле я не собираюсь учить играть на арте, потому что я сам не умею, а там уметь нечего. Я просто взял 261 объект и начал дамажить на 2К дамага каждый бой. Я не вижу в этом ничего сложного. Арта это самый простой класс в игре, вот имха. Так что вот такие дела. и как поучаствовать в новых проектах с тобой без выбора кого-либо. Я не знаю, как поучаствовать в новых проектах со мной. Посмотрим. Возможно, будут какие-то новые проекты, в которых мне понадобится дудовольство, и тогда я обязательно об этом напишу. Откуда у тебя столько ненависти к украинцам? Уроды есть везде, независимо от национальности. Дайте угадаю. Человек, который написал украинец. Да, это украинец. Я видел вот на данный момент целых двух адекватных украинцев. Двух. А я знаю их около пятиста. То есть два из пятиста. Можешь посчитать процент сам. Большинство украинцев это люди, которые, у них есть такая проблема национального масштаба. Они думают, что они умеют делать что-то, чего они на самом деле делать не умеют. Примеров кучи. Джо, Фракото, короче, перечислять можно без кайфа. Я знаю, в Калавдуте таких людей куча, которые думают, что они умеют делать что-то, чего они на самом деле делать не умеют. При этом ЧСВ заоблачный. Вот, я мог бы тебе ответить, я коллекционирую, я тебе серьезно говорю, я коллекционирую людей, которые на свой танк лепят украинский флаг. Людей с русским флагом на танке меньше раза в четыре. Я просто каждые три боя встречаю людей, у которых на танке украинский флаг. Нахуя? Они гордятся своей страной? Я не вижу в этом особого смысла. России-то гордиться нечем, уж Украиной-то. А-а-а. Патриотизм, такой патриотизм, ребят. Я с особым цинизмом уничтожаю людей, у которых украинский флаг. Стас подтвердит ивелбор, что я когда вижу флаг, я говорю, угадай, какой флаг у этого танка? И 100% у него украинский. Такие дела. Так что у меня ненависть не к украинцам, а скорее к представителям, как, я бы сказал, к подавляющему большинству представителей этой нации замечательной, которые ведут себя неадекватно своему, я бы сказал, действительному состоянию, положению. В общем, ненависть у меня, скажем так, к проблемам национальным. Вот. Уроду есть везде независимо от национальности. Майк, это старая фраза, вот, про уроду есть везде независимо от национальности. И она попахивает полной демагогией. Главное, не то, что есть уроды, а главное их процент, понимаешь? Процент уродов. И вот, вот, дело не в родстве. Вот если брать хачей, например, ну, ладно, брать чурочек, у них процент животности очень большой. Если брать европейцев, он гораздо, гораздо ниже. Вот в чем все дело, понимаешь? Дело в количестве. Игорь Горинин спрашивает, как относишься к наркотикам и идее легализации по типу Амстердама? На самом деле, я к наркотикам отношусь отрицательно, потому что мне, например, чтобы пороться в хлам, не нужны наркотики. У меня замечательная голова галлюцинирует и так, как вы могли бы понять, потому что пень, столб, автобус, нос, боевой бумеранг, торговая федерация, дроид стреляет, планета взрывается, гранд мофф Таркин, боевой бабуин. Такие дела. Легализовать наркотики? Да зачем? Их и так принимают, ну, посадят тебя по 228. Ну и что тут такого? На самом деле, молодежь сейчас и так туповата. Лучше, конечно, этого не делать. Вот. Почему не пробуешь играть в Dota 2? Я не пробую играть в Dota 2, потому что мне не нравятся игры такого типа. Все очень просто. И я не могу себя порвать на 100-500 киберспортивных игр сразу. Все-таки выбрал одну, я ее придерживаюсь. Пока она не умрет, во всяком случае, или пока мне не надоест. Ярик Рыба спрашивает, как ты думаешь, после обновок меньше станет от таблятков или нет? Я думаю, меньше их не станет. Я, в всяком случае, надеюсь, что им станет труднее играть. Все. Хотя бы так. Вот. Сергей Резниченко спрашивает, что случится с рандомом после патча? Ведь теперь ИС-7 кидает на 500 метров прямо в МЛД Яги Е100. Я считаю, что с рандомом все будет замечательно. Все будет отлично. Все будет сбалансировано. Кидает там ИС-7 на 500 метров прямо в МЛД, это, конечно, все дохера, дохера утрировано. Не настолько точность повысили. Ну, повысили, да, точность. Ну, на 20%. Это значит, что в среднем каждый четвертый снаряд стал попадать в цель, который раньше в цель не попадал. То есть, раньше вы 3 снаряда попадали, скажем, из 5, теперь вы попадаете 4 снаряда из 5. Охуенная прибавка. Раньше танки были достаточно точными. Вот. Как относишься к вспыхе? Да замечательно. Профессиональный игрок, который делится своими секретами. При этом ему не обязательно иметь харизму, потому что, ну, это как мастер, который делится навыками с подмастерьями. Вот и все. Дрю, играешь в Татан? Нет. Привет, Дрю, хотел спросить, как так относишься к другим вододелам? Баян. Доброе время суток. Такой злободневный вопрос. Каким образом разрешить стахастические, хаотические последовательности и нерегулярности финансовых данных? Короче, я ничего не знаю о финансах. Вот. Я знаю только то, что экономисты сосают, потому что они все работают потом в Евросети. О-о-о-о! Вот я тебя за троллей пустил! Ну, на самом деле, я могу рассказать про стахастический автомат. Знаешь, в чем фишка стахастического автомата? То, что он представляет из себя цепь Маркова. Переход из состояния в состояние имеет определенную вероятность и задается матрицей переходов. Ну, ты хаотический? Ну, хуй знает. Какой десятый уровень был у тебя в первом в ангаре? Это было 7, это было то еще говнецо. Три вопроса. Ты первый раз упоминал пару раз, что являешься фанатом такой игры, как Дисхонор. Ты играл ли ты в DLC Кнайфу в Дон Волл? Если играл, какова оценка? Кнайфу в Дон Волл это потрясающая ДЛЦ к хорошей игре. Мне очень понравился Кнайфу в Дон Волл. Я прошел его, как и весь Дисхонор, почти никого не убив. Вот, получил хорошую концовочку, всех пожалел. Вот. Единственное, что, честно скажу, оригинальная игра была гораздо сложнее и предоставляла гораздо больше челлендж. Но Кнайфу в Дон Волл, скажем так, некоторые ошибки оригинала все-таки учитывает. Плюс еще там нет плакальщиков, крыс и прочей ерунды. Но, в принципе, Кнайфу в Дон Волл достойное продолжение. Мне понравилось. Мы играли с Дауда. Такие дела. Отношение к серии Кнайфу в Дон Волл. Репаблик. Кнайфу в Дон Волл. Репаблик это потрясающая серия по Звездным Войнам и РПГ. К сожалению, я никак не могу найти Репак с хорошей версией игры. То есть, которая на Windows 7 идет, да еще и картинка неширокая. Но игры потрясающие. Советую поиграть всем фанатам Звездных Войн. Это лучшие РПГ, которые были сделаны по Звездным Войнам Эвро. Мнение о британских китайских танках. Британские танки ПТ потрясающая вещь. Вот. СТшки копии американских. Тяжи бесполезные ебала. Никто их не будет выкачивать в здравом уме. Вот. Ну, арта посмотрим. Китайские танки. Я выкачу СТ. Я знаю то, что они клоны советов. Исключительно, потому что я хочу Альфур 440 на среднем танке. Это будет полный пиздец. Мне очень нравится ИС-8. Мне очень нравится вставлять маленьким девочкам на 440. И поэтому я с удовольствием открою китайские танки. Ну вот. И буду вонзать на 121. Я знаю то, что у него нет УВН. Я знаю то, что он длинный, как сарделька. Как мой пенис прямо. Вот. Вот. Что поделать? Что поделать? Все ляви. Кто ждешь от сборной Европы? Я ничего от нее не жду. Честно. Ничего. Я пока не знаю. Нет информации, мне ничего не могу сказать. Доброй ночи. Вопрос такой. Правда ли совки будут нагибать после следующего обновления? Это бредовый вайн. Совки нагибали до обновления еще. После обновления ничего не изменится. Потому что на совках играют днища. Это компенсирует их нагибность. Скажем так. Если повысили точность, то можно на том же квасе да не сводясь лупить не раздумывая. Ну попробуй на квасе лупить не сводясь не раздумывая 0.86 ты никуда не попадешь. Проверь. Александр Кузьмичев слышал о ПЗКР. На самом деле я не слышал о ПЗКР ничего. Вот. Но я думаю, что надо погуглить. Давайте погуглим. ПЗКР. Это какой-то Panzer Krebs видимо клан. Потому что это первое, что нагуглилось. крысь флаги, воруй фраги. Ну хорошо. Ок. Ок. Без проблем. Никак к ним не отношусь. Вот. Ничего не могу сказать. Что думаешь об истеривах как педофилий, копиранстов и орального секса? Я думаю, то, что в нашей думе нехуй делать просто. Ну просто. Им надо чем-то заниматься. Им надо издавать законы. А просто так сидеть они не могут. Вот и все. Вот они занимаются ерундой. Считаешь ли ты брак развитием человечества? Человека, личности. Да, считаю. Потому что брак это вещь серьезная. Это ты связываешь свою жизнь с другим человеком навсегда. Потому что вот навсегда и никак иначе. То есть вот надо серьезно быть. Если не готов хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть сомневаешься, лучше не вступать в брак. Если не готов всю жизнь прожить с человеком, лучше не вступать в брак. Готовность должна быть стопроцентная. Вот. А уж мое мнение относительно того, как жить в браке, Противись природе человека Которая, ну, это женская природа Это надо найти себя из самца, с ним потрахаться Мужская, перетрахать как можно больше количества самок Это уже тема для отдельного подкаста Скорее всего, я назову его Вдувалка-логия, вот, вставлю видео Скорее всего, из какого-нибудь порнофильма Меня забанят на ютубе Ты много рассуждал об образовании И прочем, вот есть такая хуйня, как курсовые Дипломные работы, в этой стране все это пишется Над ебись 90% случаев, ну, вот знаешь Александр, у кого как Вот у нас в универе, конечно, пишется над ебись Но мы вынуждены вдумчиво И конкретно разрабатывать Заданную нам тему, потому что У нас единственный Технический вуз в России Больше нет У нас довольно высокие требования К студентам предъявляются на нашем факультете Вчислительной техники, у нас престижный вуз Довольно И нас поэтому чуть-чуть ебут Ну так, слегка Я бы не сказал, что учиться прям от трудным Это не МГУ все-таки Но надо работать, надо думать Я могу сказать то, что курсовые Они повышают мой IQ Как и дипломные работы Надеюсь повысит Хотя дипломные работы, вот ее я скорее всего напишу на отъебись Потому что я уже хочу поскорее с этим покончить Вот, считаешь ли ты, что нужно менять подход? В плане курсовых и дипломов нет В плане экзаменов да, потому что экзамен это огромное нервное напряжение Но нахуй никому не надо такое Нужно переходить на американскую систему выбранных экзаменов То есть выбираешь сам, что сдаешь Не сдаешь с первого раза, платишь То есть коммерческая система Система такая, что сдаешь хоть 10 лет, все Но зато без нервов Как насчет введения квоты на количество поступающих девушек в вузы Ведь большинству из них нахуй не нужно образование Если они впоследствии выходят замуж И зачастую их обеспечить мужья Но это сексизм, чувак Ведь мы в равных положении с девушками находимся Они могут поступать в наши вузы Они могут работать на нашей работе Они могут получать от нас по ебалу По возможности Ну ладно, ладно Им я пошутил здесь Нет, я пошутил Нет, нет, я шучу Шучу, нет, не могут Нет, нет, не могут Но на самом деле Если говорить именно не о женщинах А о тупых проститутках То в принципе Да, я считаю, что Им образование совершенно не надо Вот И им нужен только диплом Нужно, скажем так, критерии поменять И тогда просто такие тупые проститутки Не пройдут в универ А менять права Как-то пограничивать женщин в правах Это глупо Нет, такого быть не должно И последний вопрос Валентина Грисакова Что думаешь по поводу новости О том, что Супер Першник Можно будет спихнуть В последующих патчах за голду Я считаю, что это отличная вещь Можно будет купить Супер Перш Пофармить на нем Продать Супер Перш Делайте это Без проблем Если вам понравится Можете оставить Что думаешь Не те, кому такая возможность Не предоставили То есть Продажа всех премов за голду И твои отношения к Супер Першник Я считаю, что Супер Першник Это хороший танк Он сложный довольно Но на своем уровне Не самый сложный Это не ФЦМ Бронирован Плохое пробитие Плохая динамика Вот Имба броня Экраны Замечательный танк Вот Для игроков Ниже среднего уровня Среднего уровня Замечательная вещь Т-34 ФЦМ Дешевый, главное Стоит всего 1000 рублей Так что Супер Першник Отличный выбор Однако То, что его будут продавать С голду Вот честно Я бы продал Вот я бы продал Я бы купил и продал Но у меня, к сожалению Нет денег Кстати, ребята Если хотите помочь Развитию проекта Можете слать мне подарочки С голдой Я не то, что не против Я только за Все дело в том, что Я не хочу попрошайничать Вот Я, конечно, размещу Возможно, когда-нибудь Какие-нибудь там Кошелечки помощи проекта Все дело в том, что Мне нужны деньги Не на то, чтобы ездить Блять на Карибы Мне не нужны Банальные вещи Покупка приема Прокачечка Покупка экипажей И все остальное Я не ожидаю, что Мне кто-то будет прислать Миллиарды рублей Ну, просто Если просите Гайд по премтанку Ну, подарите премтанк Замечательные ребята Подарили мне ФЦМ Я рад Я сделал по нему гайд И фармлю на нем И вообще респект Я за такое могу Предоставить Некоторые льготные Даже условия Если вы достаточно Большое пожертвование Сделаете мне Могу своем во взводе Покататься Научить играть На конкретном танке Причем вообще без проблем Потому что Ну, если человек заинтересован Если действительно Хочет, чтобы я развивался Я Мой кодекс чести Вот Как бы Которого у меня нет Я только что его придумал Вот Он вынуждает меня Оказывать ответные услуги Поэтому, если вы хотите Чтобы я покатался В своем возводе Лучший способ Подарите мне ИС-6 Ребята, у меня ИС-6 нету Ягдтигра нету Еще вот 112 выйдет Тоже Давайте А потом Прим месяц Прим месяц Это знаете Я ведь студент У меня ведь денежек нет Прим на месяц Ребята Покупаем А еще мне нужны денежки На Карибы Хочу съездить Ну, вы знаете Там Вот эти вот Все жены мужчина Хочу на это посмотреть Так что давайте Скидываемся мне И вертолет Да, я хочу вертолет Кстати Ну, ладно Я ответил на все Ваши вопросы Я думаю, подкаст уже настолько долгий Что вы задолбались меня слушать Вот Чтобы задать вопрос Для подкаста Вы должны Зайти И подписаться на мой паблик Страницу ВКонтакте Подписаться на канал И ждать Когда на паблик странице На стене Появится сообщение То, что Я Собираю вопросы Для подкаста То есть Жду ваших вопросов И там уже Остается свой вопрос Никаких специальных тем Для этого нет Просто появится сообщение Мол Задавайте вопросы В комментариях здесь Все С вами был Дру Я желаю вам хорошо провести лето Хорошо сдать сессию И пережить эту анальную боль Каникулярную в рандоме Каникулярная боль Слушай, я только что придумал Классное научное выражение Ну что ж С вами был Дрю До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok